В таких вот баночках складывается мыло, всё это растапливается в микроволновой печи. И добавляются ароматизаторы, красители, всё это перемешивается тщательно. Мыло ручной работы от жены, кованые металлические изделия от мужа. Желание творить и при этом зарабатывать в семье Варенковых возникло около пяти лет назад. Так и появилась небольшая лавка ремесленников с уникальными изделиями собственного изготовления. Мы оба очень творческие люди, всегда что-то делали своими руками. Его основная деятельность – он кузнец, куёт старинным методом, ещё при помощи горного угля, наковальни. А я занималась, я много разных направлений творческих осваивала в своё время. Но опять заняться маловарением была идея моего мужа. Семья Варенковых большая – папа, мама и трое детей. Беря пример с творческих родителей, дети тоже вносят вклад в предпринимательскую деятельность. Раскрашивают застывшие фигуры, вырезают украшения, а старшая дочь создаёт сувенирные изделия из гипса. Для процветания и развития бизнеса требуется немало усилий и времени. Но, как отмечает Алёна Варенкова, индивидуальное предпринимательство не мешает ей проводить время со своей семьёй. Это несложно. Мы даже успеваем поучаствовать в различных конкурсах семейных. В прошлом году мы победили в «Царь горы», нам дали даже подарки ценные, в Центральном лесу участвовали. Мы ходим на каток, мы собираем иван-чай, ферментируем летом, мы ходим на рыбалку, катаемся на резиновой лодочке. У нас хватает времени и на игры, и на отдых. Стоит отметить, что в Варенково не только продают свою уникальную продукцию, но и делятся секретами старинных ремёсел со всеми желающим на городских мастер-классах. В будущее смотрят уверенно. Ведь пока они едины во взглядах, убеждениях и даже хобби, им есть куда двигаться и развиваться.